Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере RedMir, второй сервер, всё как всегда. И сегодня расскажу, что же случилось с моим аккаунтом после бана в 30 дней. Так что я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Дальнейший ролик мы построим на вставках, можно сказать, как и всегда. Первая вставка это будет именно тот момент, когда я зашёл на сервер. А дальше вставки, как и в первой части, жить после бана. Мы просто перепокупали тачки. Вот там ссылочка в описании будет, можете посмотреть, после моего первого бана, вот жизнь. Мы перепродадим некоторые свои автомобили, продадим своё имущество и выставим ещё некоторые имущества, которые я не успел продать, именно в ролике. Поэтому вы можете написать мне в любой момент в ВК, я вам могу отписать, сойдёмся, возможно, по цене, возможно, какой-то обмен. И обменяемся вместе с вами. Так что я желаю тебе приятного просмотра. И мы начинаем. Ой! Ой! Как хорошо! В скобочках нет. Это одна из последней серий по Редмиру, но всё же интересно, что же со мной случилось именно после бана. Что у меня забрали, что добавили, что, может, у меня дома украли, там, тачки. Так, по крайней мере, я заспавился, вижу знакомые рожи. Вот это сказанул. Кстати, интересно, что по ценам. Ну, новые тачки появились, таких вот не продавались раньше, как бы. Собственно, у меня 3,5 миллиона. Когда я выходил, если честно, я не помню, сколько у меня бабок было. Вот вообще не помню. Ну, что-то мне кажется, у меня прям до хера бабок. А может, у меня было 3,5? Бля, если честно, я вообще не помню. Так, F1, тачки у меня есть все, Ешки, ГТРы, Турбо, Дауны, всё у меня есть, номера есть все. Самое главное, имущество. Есть дома по тысяче ещё, зашибись. Моя схема рабочая. В принципе, 3,5, а пошли посмотрим ещё что по банку. Но перед этим зайдём на БУ, может, что-то годное стоит на БУ. Побежали сейчас, посмотрим в банк. С кем мне всё осталось, но, в принципе, ничего не изменилось. Так, бежим в банк. Так, самое интересное, сейчас посмотрим после банка. Да, как говорили, что первых 3 дня начисляются проценты, а потом они пропадают. Вот поэтому 14 тысяч с ними, да? Самое главное это... Да ну, блин, что-то очень много бабок на руках. Прям очень дохера. Что-то изменилось, я не могу понять. F2. Задание, фух, сохранились. 228 день, я уже, конечно, не в топе один. По количеству... А, точно, промокодик. Пусти, стоп, 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 стоп. Не спойлерим, не спойлерим, не спойлерим. Так, промокодик. Skool. Работает ещё? Значит, всё, в Skool выводим. Рефериальная система, кстати, посмотреть. 15 тысяч. Больше никто так и не достиг. Корона, Тёмка, Абобус. Вот эти все, что были, в принципе. Вроде как. Абоба, Мажорбосс. Тебе большой привет. Ещё очень много пацанов, которые ввели мой промокод, но ещё не достигли третьего уровня. Это не Torch. R&D61. Ещё заберу достижения. Но нет, достижения не убрали. Новые не добавили. Так что всё нормально. 4 500 кредитов. Откуда у меня бабки взялись? Я вообще не помню. Тачки, всё есть. Балдёж. Короче, пацаны, мы основные функции сделали. Всё, что мы ещё в этой серии должны сделать, это избавиться. Хотя, может это легендарный автомобиль, а? Минус 4, даже не минус 4, он минус 6 или минус 7 сделал. Ну, короче, избавимся от него. Как по мне, это самый легендарный автомобиль на Радмир МТА. И, как бы, отправляется он в небытьё. Я надеюсь, кто-то купит Панамеру и получит бан в подарок. Ладно, 108 тысяч, 114 тысяч я сливаю легендарную Панамеру. Кукол, тебе большой привет. А, мне ещё штрафы. Ой, Порш на хаме, если он улетит в БУ, я его сейчас и укуплю. Это же охраненный Порш. 108 тысяч. Поменяю Порш на Порш чисто, только тот дороже, этот дешевле. Всё, улетела Панамера в небытьё. Перекупы сразу побежали покупать её. Короче, 7 Limbo, тебе привет, и Джокеру тоже большой привет. Только зашёл и сразу все узнают, офигеть. Так быстро. Я думал, я не популярный. Пацаны, я нашёл вот такой вот хромовый хуракан всего лишь за 185 тысяч. Я, кажется, говорил когда-то, ну, месяц назад, пока у меня в бана не было, что я больше хуракан как бы не куплю. Вот, никогда. Но придётся. 4 с 5, полицейский сигнал, строба, заглушка, ЭБУ, радар, нитро, рек, пневмы нет. Ну и посрать. За 185 это нормально. Поэтому произвести обмен готов. СПС. Знаешь что, нам нужно его докомплектовать, поэтому достаём мой хуракан. Доставим этот хуракан. Он, конечно, с тонировочкой. Не знаю, есть ли у него смена. Но диски уже, вижу, дорогие. Всё, что нужно, это поставить жопу от перфоманта, который там стоит 1010, да? Бля, сколько? А, 13. Пиздец. Выходит, что, 185, да? Там ещё 5000 комиссий. Это выходит уже... Ой, блядь. 190. Блядь, что-то я не рассчитал. Что-то я не рассчитал. 190, жопа перфоманта, это уже 203 тысячи выйдет, чтобы поставить. Поэтому ставим жопу перфоманта, оплатить товар. То, что у него пневма не стояла, это, конечно, херово. Поэтому ещё ставим за 8000 пневма. Это выходит уже, как бы, 211 тысяч. Всё, мы выезжаем отсюда. Теперь он ФТ-шный, по факту, ФТ-ФТ. Вот, и едем обнулять владельца, потому что я 5-й. И можно, в принципе, тысяч за 240, 230. Ну, 240 это с учётом торга. Ну, тысяч за 230, 225, я думаю, слить можно. В то время, когда я потратил всего лишь 211. Блядь, что-то 10 тысяч за 100 кредитов. Ну, такое себе. Обнулить за 100 кредитов. Всё. Теперь ещё у меня тачка появилась. Зачем я столько купил? Афиг его знает. Так, пацаны, продаём Rolls-Royce Black of T за 360 тысяч произвести сделку. Я, в принципе, согласен. Эх, спасибо. Блин, а жалко, настолько охрененный Rolls-Royce. Короче, пацаны, приехали сливать мой GTR-чик. Обнуляем за 100 кредитов. Идём сливать Black Sports у GTR. Мой. Который я хотел очень купить. Собирал. Выполнял квасты на нём. Эх, за 70 тысяч. К сожалению. Ну, да ладно. Давай, быстрее принимай. Там он фотошный, не переживай. Вот. Спасибо. Удачи. Я что-то стоял-стоял, отошёл на 5 минут и ты пришёл. Короче, пацаны, продаём дом мой. Управление забрать. Средства 2000. Управление. Продать игроку. 59 за 130 тысяч. Всё верно. Благодарю. Реально, это мой Rolls-Royce. Это мой Rolls-Royce. Офигеть. 327 тысяч. Да. Офигеть. Доброго брать. Да. Возвращение. Возвращение блудного сына. Да и обнули владельцев опять придём за 360. Только там какой-то чёрт, блядь, рыжий. Ах, да, вот вижу. Какой деревень. Боже, столько лбанкомата. Боже, как. Ты понимаешь, как он чувствует? Чувствует он там заспавнился и там был слетел. Чина. Чина. Я прям смотрю на него и он просто летел. Чина. 35 тысяч. Купил? Да. Дина. Чина. Чина. Так, пацаны, продаём мой домик. Так, ага, управление, забрать с баланса. Так, на базу бабки. Продать игроку 62 за 72 тысячи. Всё верно, всё верно. Спасибо. 230 готов. Пусть чекает. Там всё стоит. Подтвердить. Спасибо, удачи. Собственно, что у меня есть на перепродаже? Специально для вас. Для перепродажи у меня есть Rolls-Royce, который я продал, а теперь я обратно купил. Один владелец FTFT, 3 семёрочки, номер продам вам всего лишь за 350 тысяч долларов. Можете писать мне в комментариях. Я говорю в комментариях. В ВК. Отпишемся, сойдёмся и продадим. В принципе, пацаны, там всё. Вот такой вот видос вышел. Я надеюсь, вам он понравился. Нажми лайкос, напиши комментарий. Стоит ли снимать на Redmi RMTA, если честно, у меня желания уже нет. Я просто хочу купить бизнес и выйти. И там заходить раз в неделю, раз в месяц, возможно, чтобы снять выплату. Подпишись на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Поставь колокольчик, чтобы всегда их смотреть первыми и никогда не пропускать. По вашей активности я посмотрю, стоит ли здесь снимать, либо нет. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.